Всем привет! Радоваюсь, ребята, на своем канале. Девчата, у меня все хорошо, спасибо, выздоравливаю и прочитала все ваши пожелания. Вот благодаря вам полет идет нормально. Сегодня ваша любимая рубрика «Ответы на вопросы». И вот пришел комментарий, и он относится к интервальному питанию. Интервальное питание – это метод, когда мы чередуем приемы пищи с периодами голодания. Это помогает контролировать аппетит, улучшает обмен веществ, способствует снижению веса. Кроме того, интервальное питание может улучшить здоровье сердца, снизить уровень сахара в крови и улучшить функции мозга. В своей стройности я использовала рационально сбалансированное питание с элементами интервального. Но нельзя злоупотреблять интервальным питанием. Слишком длительные периоды голодания могут привести к снижению энергии, проблемам с желудком и даже нарушениям менструального цикла у женщин. Есть такие научные исследования. Я хочу, чтобы вы помнили, что интервальное питание не подходит для всех. Людям с определенными заболеваниями или проблемами с пищеварением лучше все-таки проконсультироваться с врачом, либо специалистом, которому он идет на программу перед началом применения этого метода. И вот я хочу еще напомнить вам о том, что интервальное питание может быть эффективным способом контроля веса, а также улучшения здоровья, но только при правильном подходе. И вот когда пришел комментарий о том, что «Лен, скажи свое профессиональное мнение, спасибо, мне очень приятно, что вы так оцениваете мой труд, я провожу марафоны с сопровождением, и уже в понедельник открывается запись мой очередной марафон с сопровождением, поэтому дождитесь анонса. Но по большому счету каждый понедельник вы можете стать участником моего марафона с сопровождением. Этого необходимо написать в комментариях «Хочу марафон». Я сброшу вам ссылочку на свой контакт «Цена свободная». Так вот, интервальное питание. Я в своих марафонах также практикую интервальное питание, но есть очень масса разных протоколов интервального питания. И тот, о котором вы написали, это в 16.00 закрывается пищевое окно, это один из способов, я бы сказала, очень такого жесткого интервального питания. Если вы к нему не подготовились, то можете не начинать. Какие вам не будут там сулить результаты, наша с вами задача не избавиться от здоровья своего, а наша задача улучшить здоровье. Так вот, если у вас одна из причин, где я не рекомендую использовать интервальное голодание 16 на 8, либо 18 на 6, когда пищевое окно закрывается в 16.00, это один из методов, один из протоколов интервального питания 18 на 6. Почему я не рекомендую всем, у кого отсутствие желчного, это чревато последствиям. В моих марафонах очень много девчонок, кто приходит с отсутствием желчного. Так вот, в своих марафонах для таких женщин я всегда выставляю анкету, где вы мне рассказываете о, рассказываете, даете свои данные, там, вес, возраст, активность, вес, возраст, активность и рост, рост, вес, возраст и активность. Где вы, я на основании этих параметров, да, могу вам составить меню. И, конечно же, если есть хронические заболевания, об этом ни в коем случае не скрывайте, говорите, потому что это очень важно. Тогда мне легче вам будет подобрать тот или иной протокол питания. У меня питаются все не по одному протоколу, да, то есть это гибкий индивидуальный подход каждому клиенту. Так вот, у кого есть отсутствие желчного, такое длительное голодание я бы вам не рекомендовала. Потому что вы можете себе, девочки, сделать такую большую беду, что потом уже ни один врач вам не поможет. Но в интервальном питании есть несколько протоколов. И в своих марафонах я рекомендую использовать рациональное сбалансированное питание с элементами интервального голодания. И есть самый лайтовый, самый безопасный способ, это 12 на 12, либо 14 на 10. То есть 12 часов у нас открыто пищевое окно, 14 часов, ой, 12 часов пищевое окно закрыто, да. То есть, ну, например, вы в 8 часов можете завтракать, в 8 может быть обед, ой, в 8 может быть завтрак, например, в 11-12 обед, в 3-4 полдник и потом в 7-8 ужин, да. То есть это, я такие рекомендации даю, когда у человека отсутствие желчного. То есть промежутки между приемами, между завтраком и ужином сокращаются до 12 часов. Если человеку дать протокол питания с интервальным голоданием, например, 18 на 6, то 18 голода при отсутствии желчного, это чревато очень большими проблемами. Поэтому миллион пятьсот раз, как говорит одна моя знакомая, подумайте над тем. И, конечно же, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, если у вас есть определенные хронические заболевания. Поэтому мой ответ на ваш вопрос я не рекомендую, если у вас есть определенные заболевания, использовать такой протокол питания. Сейчас я периодически использую и 18 на 6, и 16 на 8. Я нахожусь уже на фиксации своего результата, и у меня нет цели снижения веса. И в моем режиме питания 2-3 приема пищи – это уже норма. В своих марафонах я рекомендую начинать с самого малого. То есть это дефицит калорий идет, это идет не большой дефицит калорий, это не жесткий дефицит калорий, потому что моя задача – научить вас правильно питаться, а не получить результат любой ценой. Поэтому если вы приходите за результатом любой ценой, вам не ко мне. Я вас 100% не возьму в свой марафон. Поэтому я думаю, что на ваш вопрос я уже постаралась ответить как можно шире. Теперь, еще был один вопрос, который я не хочу просто затягивать сильно видео, потому что, потому что, потому что, потому что, потому что загружается очень долго. Так, девчонки, дальше, дальше, дальше. Вот, шикарный комментарий, был шикарный. Я два дня был назад оставлен и думаю, как раз возьму этот комментарий и отвечу на него в выходные. «Лен, доброе утро! Я давно подписана на вас и наблюдаю. Во мне было 116 килограмм, снизила до 87, сейчас прибавила 7. Блин! Я вот прям чувствую такую боль. Блин! Пошли фрукты, ягоды, арбузы, но не могу удержаться. Так в рот и кладешь по вечерам эти ягоды. Сама виновата. Конечно, надо сбросить и продолжать убирать этот джет. 15 октября будет 2 года, как я на ПП. Всем твоим марафонщицам достичь своей цели. Спасибо большое за пожелание. Я вам хочу сказать, что девчонки, кто действительно включает свою зузуленьку, девчонки приходят к желаемым результатам, а также уже большинство женщин находятся на фиксации своих результатов. Такие марафоны я уже провожу практически 2 года. Так вот, вы сами дали ответ на свой вопрос по поводу фруктов. Я об этом говорила практически все лето. Девчат, всегда включайте режим «Я что, с голодного края?» Если вы съедите килограмм арбуза, например, да, или килограмм, или большое количество винограда, вы не наберете то количество витаминов, которое вам будет необходимо. Но навредить своему организму вы навредите. Потому что сладкие фрукты, сладкие ягоды, вы можете даже определить. Во время снижения веса в своей стройности используйте фрукты, ягоды с низким содержанием инсулинового отклика, да, инсулинового индекса. То есть инсулиновый отклик у нас с вами должен быть минимальный. Вот у меня девчонки в марафоне говорят, «Лен, а можно я заменю киви бананом?» Ну вот смотрите, и бананы имеют пользу, да, большое содержание кальция, и киви имеют большое содержание витаминов и минералов. Но польза будет больше от киви, потому что в нем содержится меньше сахаров, меньше инсулиновый отклик, инсулиновый индекс. И когда мы с вами снижаем вес, мы на это все обращаем внимание. Потому что наша с вами задача – держать инсулин в норме. И когда мы будем его держать в норме, мы не будем развивать в себе инсулинорезистентность, мы не будем провоцировать преддиабет, а дальше диабет. То есть наша задача – держать инсулин в норме. Почему я в марафонах рекомендую между приемами пищи делать 3-4 часа паузы, да, то есть вот этой голодной паузы, для того, чтобы инсулин пришел в норму, чтобы мы его успокоили, да, потому что опять следующий прием пищи, опять мы его будем, как я говорю, теребонькать. Поэтому очень важно – фрукты, ягоды, до лета, до хочется, во всем должна быть мера. Девчонки, я вас прекрасно понимаю. Те, кто пишут о том, что, Лен, ну не могу я остановиться, я вот хочу этот арбуз съесть, я прям ложкой поларбуза могу съесть, и в нем нет ничего плохого. Но то количество фруктозы, которое содержится в арбузе, например, да, если взять, вы просто настолько убиваете свой организм, что я сейчас смотрю на тех людей, которые вот так вот поедают прям в большом количестве, и я прекрасно понимаю, я была такая же. Я была такая же, я считала, что я съем много, значит, я получу много витамина. Вот поверьте, для того, чтобы получить свою дозу витамина, определенного витамина, надо съесть не один килограмм того или иного ягоды или фрукты. Поэтому, девчонки, везде необходимо расставлять приоритеты. Я не против того, чтобы мы с вами ели фрукты, ягоды. И я рекомендую в своих марафонах 300-350 грамм фрукты, ягоды, сезонные особенно, когда вот сезон подходит тех или иных фруктовых ягод, используйте их, но используйте после основного приема пищи, потому что скачок инсулина, подъем сахара в крови будет настолько, что вы просто посмотрите, через несколько минут вы скажете, я опять хочу есть, я опять хочу есть. И этот бег по кругу, он вас просто будет постоянно отбрасывать от желаемых результатов. Поэтому, для того, чтобы не набирать, во всем должна быть мера. Это первое. Второе, обязательно, даже не так. Первое, это, конечно же, дефицит калорий. Мы с вами сторонеем на дефиците калорий. Но по-другому организм наш не работает, наши гормоны по-другому не работают. И, конечно же, подбирать продукты с низким гликемическим индексом, с низким гликемическим откликом. Для того, чтобы понять, какой фрукт, какая ягодка, поднимает инсулин или нет, вы даже по вкусовым рецепторам сможете это определить. Если это сладкий фрукт или ягода, значит, ее надо оставить в сторону. Либо съесть, ну, очень дозировано, если, ну, очень хочется. Давайте предпочтение кисло-сладким, кислым фруктам, ягодам. И это принесет вам пользу, принесет пользу вашего организма. Вы его напитаете всем необходимым, насколько это возможно. Все, мои хорошие, буду заканчивать. А то я говорила, что минут 10, а уже 12 минут пролетело, как один миг. Поэтому, если у вас будут какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, будем с вами разбирать. Я просто кайфую от этих выходных рубрик, ответы на вопросы. Любые украинцы, я обожаю нам тихого, мирного дня. Всем людям на земле я обожаю миру и благоди. Я вас люблю, цілую и ціную. Пока-пока.